Давай вернёмся к Протасевичу. Там был очень весёлый пилот-истребитель, который подлетел и заигрывал с пассажирским Боингом. Он действительно объяснял, что там внизу, вот усатый идиот, усатый идиот, он, значит, вот велел ракеты, ракеты, ирландские пилоты, и им всегда надо всё обдумать. А ты знаешь вообще, как выглядит ирландская задумчивость? Ну вот любой сложный вопрос у ирландцев вызывает приступ реверданса. Реверданс — это такой ирландский народный танец, основной задачей которого является произвести как можно больше грохота каблуками, и кто нагрохотал сильнее, тот и самый главный танцор. И, в общем, они там отбивали реверданс с тем, чтобы сосредоточиться, а бедняжка-истребитель рисовал вот эти вот мёртвые петли, которые, вероятно, я надеюсь, когда-нибудь станут мёртвыми петлями и для Лукашенко тоже. Но в этот момент там Протасевич уже заламывал руки, понимая, что к чему идёт. Вообще я должен сказать, что, конечно, во всей этой истории КГБ Беларуси абсолютно вне всяких подозрений. Потому что если бы операция Протасевич была бы поручена им, невероятно до сих пор бы высчитывали, ломали голову, как картофелеуборочный комбайн приспособить для остановки Боинга в воздухе, там очень хорошие ребята есть в их КГБ, ну, очень своеобразные. Был случай недавно, кстати, это уже было на моей памяти, и это было уже сильно не в 90-е, а недавно, когда им отказали в эксгумации. Эмигрировал в Австралию белорусский олигарх. Он там внезапно скончался, и понадобилось его тело. А белорусские власти, тоже у них была только какая-то эпидемия, то ли еще какая-то гадость. И белорусские власти, австралийские власти, белорусам в эксгумации отказали. А тело было очень нужно. Это я просто для того, чтобы вы понимали, что такое белорусское КГБ. И вот тогда там, на уровне начальника управления, замначальника управления, на совещании был поставлен для разработки вопрос проработать возможность, с учетом того, что Австралия находится иногда под Белоруссию, иногда над Белоруссией. Был показан глобус сотрудникам. Генералы пыхтели, глядя на все это. И вот проработать вопрос с нашей, с белорусской стороны, сделать подкоп к этой могиле снизу, и снизу забрать покойника, не повреждая могилу снаружи, так, чтобы никто этого не... То есть там очень своеобразные люди. Александр Ильич, кто вам принес эту историю? А вот тот же, кто мне рассказал, откуда у Протасевича следы побоев на лице. И тот же, кто мне прислал бумаги о том, что на это дело были выделены два эскаватора из соседнего совхоза, и там просто надо было поменять ковши. Считалось, что это все не вопрос. То есть операцию Протасевич планировали явно не в Белоруссии и не в Белорусской КГБ. Это все-таки такой типично русский след, отчетливый как след очень осторожной коровы по сырому бетону. Он остается на века, его ни с чем не перепутаешь. Что эти затейники сделали? Ведь давай сейчас просто вот подсчитаем. Вот итог операции. Они сожгли дотла весь авиабизнес Белоруссии. Они разорили все аэропорты страны, получили в итоге 50 тысяч безработных. Они уничтожили компанию Белавия. Они уничтожили еще парочку национальных компаний. Причем это все, Белавия уже там триллионные обороты. Причем надо понимать еще ужасное свойство самолетов. Они не могут не летать. Это не машина, которую можно запереть в гараже. То есть их поднимать в воздух все равно надо, но уже за счет компании. Потом они снесли 3 миллиарда европейского кредита, который должен был быть выдан на днях. И который не будет теперь выдан никогда. Они убили различных договоров и инвестиций примерно еще на миллиард долларов. Это было на госуровне и примерно 500 миллионов на всяких частных. Прекращено 20 масштабных проектов, строек. То есть партнеры вышли из общения с белорусами. Но они потом похоронили остатки репутации страны. И все только для того, чтобы потом Лукашенко имела возможность набить физиономию маленькому безвредному Протасевичу. А КГБ Беларуси имело бы возможность запугать его там и зажарить его маленькое испуганное яичко на том огне, который обошелся в эти триллионы долларов. Толку и смысла в Протасевиче как таковом нет абсолютно никакого. Он ничего не знает просто потому, что знать нечего. Просто потому, что за этой бедной нехтой никакой Запад никогда не стоял. Да, мальчишкам помогали вот те затравленные, запытанные, сбежавшие, запрессованные белорусские бизнесмены, которые осели в Литве и Польше. Но они сами об этом говорили на каждом шагу. И все их фамилии известны. Они бравировали более того эти. Более там, в общем, там все такое чистенькое, но бедненькое. И понятно, что их можно будет назвать громким словом спонсоры, заказчики. Никто особо ничего не скрывал. Узнавать там правда нечего. Но вот у меня есть такой кривой инсайдик. Я не поручусь на 100%, потому что такой слишком эмоциональный и бурный у меня там есть лазутчик. Но вот эти вот следы побоев на лице Протасевича появились после того, как ночью в изолятор приехал Лукашенко. И его наутро тщательно вот эти отеки, ему долго втирали во все места тональные кремы, чтобы это все заделось. Ну, понятно, что как у всякого спятившего агронома, у Лукашенко руки постоянно чешутся, особенно когда он видит кого-то связанного или в наручниках. У него это еще с августа все закрепилось. Причем он уже осведомлен о всех потерях страны. Он знает, что операция обошлась во много миллиардов, что гибель Белаеви, что разоренный аэропорт. Он все знает, ему ничто не портит настроение. Он ходит, мурлычет, он совершенно счастлив. Ну, в общем-то, в принципе, все эти потери по барабану. И он с большим наслаждением лично собирал вот эти прощальные корзинки спецам, которые приехали из другой страны. Там вот сыр белорусский, сосисочки фермерские, масло, грибы, соленья. И собирался огромной любовью. То есть, подводя итог, можем сказать, что, конечно, операция была тупой и абсолютно разорительной. Все, что сейчас придумывают про Протасевича, кровавого маньяка с Донбасса, это абсолютный свист. Обычно идет публикация из журнала, где изображен действительно мальчишка из Азова, но совершенно другой человек. А Протасевич как был фотографом. Ну, один раз, может быть, он наряжался в камуфляж. Он вообще очень тихий. Он вот по сравнению со всеми остальными, которые ребята поэмоциональнее и порезче и хотели действовать чуть решительнее, или, по крайней мере, говорить, он был как раз той самой постоянно сдерживающей силой среди них. То есть, понятно, что вообще там было забавно, потому что белорусское КГБ, оно пока прикидывало, где взять 10-километровую лестницу, чтобы его приставить точно к дверям пролетающего Боинга. А руководили другие люди. Самого и Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели ему следить, не появятся ли самолеты НАТО. Потому что никуда не звонить и ничем не мешать. То есть, Оля, там же идиотизм такой, что они сперва оклетали. Организацию под названием ХАМАС. И всему-то миру известно вот то витиеватое заявление ХАМАСа, которое писал Мусаабу Мурзудук. Это очень грамотно посвященный, интеллектуально изощренный человек. А первое послание ХАМАСа, оно вообще было, заключалось в двух словах. Аль-Маас, что знаете, козлы, это было обращено к руководству Беларуси, кончайте врать. Потом они сейчас сослались на то, что эти сообщения пришли из Швейцарии. И выяснилось, что они опять белорусы, все, вот белорусский режим, все опять врут. Но надо понимать, что сейчас бедный Протасевич, конечно, будет рассказывать о себе все небылицы. Адвокаты к нему до сих пор... Вот знаешь, почему стараются первые двое суток не допускать адвокатов вот в таких вот громких или политических делах? Мы с вами сидим и все знаем. Про Виббилавио, про то, что весь мир на ушах. Про то, что, вероятно, это тот узел на мертвой петле, который приговорит в недалеком будущем Лукашенко. Он не знает ничего. Вот тот мальчишка, у него реальность четыре стены, полная изоляция. И белорусские чекисты, которые могут забить железными табуретками, рассказывают ему, как он примет смертную казнь. И он не знает ничего. Всегда этим состоянием надо пользоваться. Чекисты его считают вот эти первые двое суток совершенно золотым временем. Потом все равно на хвосте какой-нибудь адвокат что-нибудь принесет и подследственный воспрянет. А он ведь действительно не понимает, что происходит. Он уверен, что его все бросили. И что его никому не нужна жизнь и никому не нужна смерть. Вот теперь навсегда заточены в этом изоляторе. Он не знает, что за него вписался. В общем, весь цивилизованный мир. И девочка его тоже не знает. Но единственное, как-то не очень хорошо выглядит Путин. Потому что он выглядит в своих действиях, которые удивительно похожи на действия Лукашенко. Он выглядит каким-то подмастерьем Александра Григорьевича, который повторяет его шаги. Потому что, понятное дело, что репрессии развязать всегда хочется. Но это должны быть собственные, оригинальные репрессии с огоньком и с каким-то, в общем, собственным посылом. А не просто копирование. Ну, мы уже знаем, кстати, видим, что Лукашенко, он переходит от количества к качеству. Помнишь, я рассказывал про великолепного белорусского парня Ашуркова. Витольда Ашуркова, который в прошлый раз прислал сообщение, что политических в лагерях теперь... С железами стали помечать, да. Да, с желтыми значками. Ну, что, вот он высказался про желтые значки. И умер. Прислал информацию. И через пару дней родственникам выдали его труп забинтованный, как будто бы это вообще мумия... Головой. ...тут носа второго, да. И посоветовали на всякий случай, на всякий случай, чтобы не огорчаться, эти бинты не разматывать, а похоронить прямо так. Сердечный приступ, да. Да, сказали, что у него сердечный приступ, но вот пока из холодильника вытаскивали, пару раз ударили уже, но понятное дело, что, конечно, забили. Понятное дело, что такова судьба, вероятно, большинства политических заключенных в Беларуси. А возможно и в России тоже, потому что у России все еще в этом смысле впереди. Продолжение следует...